Сегодня мы обсуждаем третью главу из книги Марка Джего. Глава называется «Гиперинтенсиональность и структура». Собственно, в прошлой главе мы заметили, не заметили, да, Джего нам объяснил, какие проблемы возникают при объяснении понятий знания и убеждения, содержания, информативности, если мы используем семантику возможных миров. Но при этом, как он в прошлой главе говорил, от семантики возможностей миров нам не стоит отказываться, потому что это наилучшая из умеющихся у нас теорий. А нам нужно ее каким-то образом доработать. И, значит, дорабатывать можно семантику возможностей миров двумя способами. Во-первых, можно говорить о структуре, то есть о структурном подходе, дополнять содержание, ну, как бы вот, чтобы в содержании как-то структура участвовала. И этому посвящена третья глава рассмотрению этого подхода. И другой подход – это добавить невозможные миры. Это будет обсуждаться в следующих главах. Итак, значит, сегодня мы гиперинтенсиональности структуры обсуждаем, но надо сразу же пояснить, что здесь речь идет о структурализме, но о структурализме, как в начале главой Джега это поясняет, этот структурализм никак не связан с французской философией 60-х годов. Ну и кроме того, я еще со своей стороны тоже хочу сказать, что этот структурализм никак не связан с математическим структурализмом. Все это разные виды структурализма. Итак, начинается все с того, что мы отмечаем следующую особенность при использовании семантики возможностей миров, которая состоит в том, что множество возможностей миров не имеют структуры. И они никак, конечно же, не упорядочены, поскольку это множество. Почему речь идет о множествах возможностей миров? Ну, потому что эти понятия, убеждения, знания, информативность, они объясняются вот через множество возможных миров. Мы видели в прошлых главах, каким образом это делается. Вот, и если сравнить множество возможностей миров, например, с предложениями, то мы заметим, что предложения, как некоторые языковые сущности, имеют структуру. Там слова каким-то образом упорядочены, эти слова каким-то образом друг с другом связаны. Там, не знаю, согласование времен, например, может осуществляться, еще что-нибудь в этом роде. Вот, то есть структура у предложений есть. Ну и, соответственно, можно предложить позицию структурализма, которая будет заключаться в том, что содержание должно быть структурировано. Содержание предложений, содержание убеждений, содержание знаний и так далее. И, соответственно, опираясь на структуру, мы будем различать эквивалентные предложения, эквивалентные убеждения, эквивалентные знания и так далее. Ну, точнее, пропозиции. Вот, ну и с точки зрения структурализма зачастую вот эта вот структура, которая присуща также и содержанию, она соответствует синтаксической структуре предложения. Если мы сформулируем предложение некоторым содержанием, то вот это вот содержание, выражаемое данным предложением, оно будет иметь ту же самую структуру, что и сама структура предложения, то есть синтаксическая структура предложения. И, конечно же, синтаксическая структура отображается синтаксическим деревом, как это известно, там, из какой-нибудь грамматики Хомского и всяких других работ в области философии языка и лингвистики. Например, можно взять предложение вот Greg begging Mac. Greg умоляет Mac. Получается, само по себе предложение предполагает следующий синтаксический анализ. Оно делится на две составных части. Во-первых, у нас есть существительное, это Greg. Во-вторых, есть глагольная фраза. Да, и глагольная фраза, она тоже делится на составные части, на глагол, на, это, соответственно, Begging, и на существительное, это Mac. Вот, такова синтаксическая структура этого предложения. То есть она отображается с помощью такого вот дерева. Ну, структурированное содержание, как мы можем получить его? Оно получается путем того, что мы в синтаксическом дереве заменяем лексические единицы. Ну, вот эти вот имена, получается, там, Greg, Mac, да, и какой-то вот, какой-то глагол, Begging, заменяем на соответствующие семантические единицы. И если мы, например, используем руссельянский подход к понятию содержания, точнее, у Рассела там речь идет о пропозициях, вот, то у нас получается, что вместо этих лексических единиц у нас места в синтаксическом дереве занимают сами вещи, которые обозначаются этими лексическими единицами. Ну, соответственно, вместо глагола там у нас будет какое-нибудь свойство, например. Вот, ну и в качестве такого семантического значения, в принципе, ну, например, для того же самого предиката можно брать свойства, как это у Рассела, и вот как я только что это говорил, происходит. Можно брать интенсионал, как это у Карна подделается, или, например, смысл, если мы в духе фреги пытаемся действовать. Вот, ну и кроме того, вот эта структура, хоть она и схватывается с помощью синтаксического дерева, мы можем представить ее в виде упорядоченного множества. Такие упорядоченные множества в дальнейшем будут называться структуралистскими кортежами. Ну и, соответственно, вот это предложение Greg Baggin-Mac, оно у нас будет в виде структуралистского кортежа, ну, содержание этого предложения в виде структуралистского кортежа будет выглядеть вот таким вот образом. То есть это упорядоченное множество, которое в себе содержит два элемента. Во-первых, это семантическое значение слова Greg. Во-вторых, это еще одно упорядоченное множество, которое содержит в себе, во-первых, семантическое значение Baggin, во-вторых, семантическое значение для Mac. То есть вот этими двойными квадратными скобками обозначаются семантические значения. Ну вот, структуралистский подход, в общем-то, позволяет нам проводить различия между теми предложениями, которые являются необходимыми, необходимоэквивалентными. Ну то есть проводить различия между необходимоэквивалентными содержаниями. Например, мы можем с помощью вот этого структуралистского подхода проанализировать 1 плюс 1 равно 2 как вот такое вот, то есть содержание этого предложения будет такой вот структуралистский кортеж. 3 плюс 3 равно 6, соответственно, будет пониматься вот таким вот образом. И мы видим, что хоть структура синтаксическая у них одинаковая, но на листах этого синтаксического дерева у нас находятся разные объекты. Соответственно, в первом случае у нас, например, там единица, какой-то конкретный объект занимает вот эту вот позицию. А во втором случае там число 3 у нас находится. Вот. Ну и, например, соответственно, вот такое вот выражение е в степени и на пи равно минус 1. Оно будет анализироваться в рамках структуралистского подхода вот таким вот образом. Несмотря на то, что все эти три предложения являются необходимыми эквивалентными, да, это истины, математические истины, соответственно, они во всех возможных мирах выполняются, они благодаря тому, что мы вот их с помощью структуралистского подхода проанализировали, мы можем их различать. И мы говорим, что вот первое предложение отличается от второго и отличается от третьего. Вот. Ну и, соответственно, поскольку они отличаются, то и отличными будут и убеждения. То есть если кто-то убежден в первом предложении, то это не то же самое, что быть убежденным во втором предложении, потому что содержание этих убеждений будет разным. Благодаря структурному подходу мы эту разницу можем видеть. Тем не менее, вот этот структуралистский подход, он не позволяет проводить все нужные нам различия между содержаниями. И, значит, Джега приводит следующий пример. Все сурки являются сурками, где термином сурки я передал английское слово вудчак, то есть все вудчакс являются вудчакс. Это первое предложение. И второе – все сурки являются лесными сурками. Вот с помощью термина «лесные сурки» я перевел «виселпикс». В английском языке это одно и то же. То есть и вудчакс, и виселпикс обозначают одни и те же объекты. Это одни и те же животные. Просто для них есть два термина. Вот в русском языке, поскольку у нас сурки не сильно распространены в окружающей нас природе, у нас как-то вот нету такого лингвистического богатства для разговора о сурках. Ну, поэтому я буду использовать английские термины – вудчакс и виселпикс. Вот, соответственно, если мы берем структуралистский подход, да, и если этот подход понимается, ну, в любом абсолютно отношении, либо мы считаем, что семантическими значениями вот этих вот существительных в предложениях являются экстенсионалы, или же мы, например, считаем, что семантическими значениями являются интенсионалы, в любом случае у нас семантическое значение слова «вудчак» будет тем же самым, что и семантическое значение слова «виселпик», потому что это одни и те же животные. Тогда получается, что вот эти два предложения, первое и второе, они выражают одну и ту же пропозицию. То есть они понимаются следующим образом в рамках структурализма. Понимаются как вот такой вот кортеж, в котором мы можем легко заменять вутчакс на виселпикс, и ничего, в общем-то, не поменяется, потому что здесь речь идет о семантических значениях. А семантические значения у этих слов одинаковы. Это одни и те же конкретные предметы, конкретные животные. Тем не менее, говорит Джего, можно иметь убеждение в первом предложении и при этом не иметь убеждения во втором предложении, ну, в силу того, что мы, например, не знаем английский язык в достаточной мере. И здесь Джего приводит пример одного из, ну, другого автора, пример другого автора. Пример состоит в следующем. Вот есть некоторый человек Тама. Этого Тама укусил вутчак. Вот, то есть его укусило какое-то животное, и ему сказали, что это вутчак, например. Вот, ну, Тама знает, что у него есть аллергия на вислпикс, да, и, соответственно, он боится. Он видел это животное, и он думает, что, может быть, это и есть вислпикс. Это вислпик его укусил. Вот, Тама боится, что все вутчаки являются вислпигами. Но при этом Тама не боится того, что все вутчаки являются вутчаками, потому что это его как бы не особо интересует. Вот страх, который испытывает этот человек, состоит в том, что вдруг вутчаки окажутся вислпигами. Вот если это произойдет, то у него аллергическая реакция должна последовать на укус, который он получил, при этом он совершенно не думает о том, являются ли все вутчаки вутчаками. То есть мы не можем в данном случае различить между содержаниями его убеждений, если мы используем вот этот структуралистский подход в рассловском смысле. С другой стороны, допустим, структуралист, который придерживается фрагианского подхода, он может объяснить вот эту ситуацию. С точки зрения такого структуралиста, семантическим содержанием лексических единиц будут смыслы, а не конкретные вещи, не экстенсионалы, не интенсионалы. Ну, по крайней мере, семантическим содержанием лексических единиц будут смыслы в косвенных контекстах, к которым относятся, например, вот эти вот сообщения об убеждениях. Ну, и в этом смысле мы тогда будем работать уже не с рассылянскими пропозициями, выражаемыми этими предложениями, а с фрагианскими. Да, и листья синтаксического дерева у нас уже будут не вещи содержать, о которых идет речь, а смыслы, через которые мы опосредованно связываем выражение нашего языка с вещами. Кроме того, вот существуют варианты изменения рассылянского подхода и переинтерпретации его в духе фрагианского подхода. Например, Салман говорит о том, что убежденность является отношением, которое опосредовано ипостасями вещей. Ну, то есть, когда мы рассматриваем сообщения об убеждениях, у нас содержание убеждений не напрямую связывается с вещами, а через некоторые ипостаси, как это Салман называет. Также, вот, например, Ричард говорит, что объектами убеждения являются так называемые обогащенные пропозиции. Это стандартные рассылянские пропозиции, которые, помимо прочего, содержат в себе еще и какие-то репрезентационные элементы, то есть, которые тоже опосредуют, подобно фрагианским смыслам, опосредуют связи между словами и вещами. Или, например, Крименс, он тоже говорит о том, что сообщения об убеждениях содержат контекстуально вносимые, неартикулированные конституенты, благодаря которым мы понимаем, что речь идет об идеях в сознании агента, а не о вещах непосредственно. То есть, здесь тоже мы непосредственно не можем связать выражения нашего языка с вещами, а связываем их через посредство вот этих вот идей в сознании агента, о котором идет речь. Ну, и фрагианцы, и рассылянцы, конечно же, достаточно успешно объясняют различия между убеждениями, как эти убеждения предстают в сообщениях об убеждениях. Однако это касается только косвенных контекстов или того, что называется, что клаузами. Например, мы можем рассмотреть ситуацию, которую мы в прошлых главах уже наблюдали. Это ситуация по поводу концерта Зиги Стардаста. Вот, мы не уверены в том, кто такой Зиги. И мы общаемся с нашим другом, вот, наш собеседник, наш друг однозначно убежден, что это Дэвид Боуи. А я, например, сомневаюсь, действительно ли Зиги Стардаст это Дэвид Боуи. Вот, и мы с ним разговариваем по этому вопросу. Пытаемся понять, кто же такой Зиги Стардаст. Соответственно, в какой-то момент нашего диалога мы можем высказать такие вот утверждения. Мы можем сказать, или мой друг, или я, кто-то из нас говорит, если Зиги не Боуи, то Боуи не Боуи. И, например, мы можем сказать, если Боуи не Боуи, то Боуи не Боуи. Соответственно, второе утверждение будет истина, так как оно имеет форму «если, а, то, а». С другой стороны, первое утверждение кажется ложным. Но оно ложно не потому, что здесь у нас импликация, как раз если мы используем стандартную классическую импликацию, оно не будет ложным. Оно ложно из-за некоторой языковой компетенции. То, что Зиги есть Боуи, из этого еще не следует, что утверждение «если Зиги не есть Боуи, то А» будет истинно для любого А. Вот это индикативное условное утверждение, и в естественном языке оно, конечно же, не совпадает с материальной импликацией классической логики. То есть мы должны на какую-то языковую компетенцию обращать внимание, а не на истинностно-функциональный анализ этого предложения. Кроме того, мы можем рассмотреть еще и сослагательные условные утверждения. Например, вот такие. «Если бы Зиги не был Боуи, то Боуи бы не был Боуи. И если бы Боуи не был Боуи, то Боуи бы не был Боуи». Вот предложение 2С истинно, так как оно имеет форму необходимой импликации из А в А. С другой стороны, первое предложение 1С на первый взгляд, опять же, с точки зрения нашей языковой компетенции, кажется ложным. Ну, вот Джега говорит, что в этой книге он не собирается подробно останавливаться на анализе условных утверждений, и в особенности анализе условных утверждений в естественном языке. Поэтому, допустим, вот эта языковая компетенция действительно права и действительно первое предложение ложное. Вот, тогда мы имеем следующее. В каждой из этих двух пар условные утверждения имеют разные истинностные значения. И в каждой паре содержание условных утверждений различается только в том случае, если по содержанию различаются их антициденты. То есть мы просто по разнице антицидентов получаем, что эти предложения имеют разное истинностное значение. Вот, однако эти антициденты имеют одну и ту же структуру и одну и ту же денотацию. Они об одних и тех же предметах говорят. И синтаксис у них одинаковый. А поскольку тут никакой глагол установки, пропозициональной установки не используется, то есть убежден, знает и так далее, то у нас здесь не создается никаких косвенных контекстов, у нас здесь нет никаких референциально непрозрачных контекстов, то есть у нас здесь нет никаких ипостасей, никаких репрезентационных элементов, никаких артикулированных конституент, никакого фрегианского изменения значения. Вот как у Фреги, получается, у него там в косвенных контекстах значением становится смысл. То есть по рассыльянскому и по фрегианскому подходу утверждения «зиги не боуи» и «боуи не зиги» вне контекста других предложений выражают одно и то же содержание, которое мы можем представить в виде вот такого структуралистского кортежа. На это, конечно же, структуралист может возразить, что в естественном языке вот это вот слово «если» является эпистемическим модальным оператором, подобно тому, как таким модальным оператором является глагол «мочь» или «may» и «might» в английском языке. Подобную позицию, например, отстаивает Крацер. Она утверждает, что эта позиция заключается в том, что индикативное условное утверждение «если а, то b», утверждаемое говорящим «s» в контексте «c», истинно, если все а-миры совместимы с доступным «s» в «c» свидетельствами также являются б-мирами. Такой подход очень похож на семантику Льюиса Сталнекера для условных утверждений, но рассматриваются в подходе Крацер только те миры, которые совместимы с текущим свидетельством или текущим знанием говорящего, которое это условное утверждение произносит. Однако, как говорит Джега, подобные эпистемические теории, которые объясняют естественное языковое выражение «если», они являются ошибочными, поскольку они тривиализируют условные утверждения, в которых антицидент не является совместимым со свидетельством или знанием говорящего. Можно привести такие примеры. Если великая теорема фирма ложна, то Эндрю Уайлс является яйцом пашот. Это, соответственно, индикативный вариант, и сослагательное наклонение у нас будет такое. Если бы великая теорема фирма была ложна, то Эндрю Уайлс был бы яйцом пашот. Мы знаем, что великая теорема фирма – истина, и мы знаем, что Эндрю Уайлс ее доказал. Вот и первое предложение, и второе – истины в соответствии с вот этой эпистемической концепцией для условных утверждений. «Просто потому, что я знаю, что великая теорема фирма – истина, и поэтому ни один мир, в котором бы она была бы ложна, не совместим с тем, что я знаю». Однако и первое предложение, и второе – ложны, по меньшей мере, в соответствии с нашими лингвистическими компетенциями. Значит, эпистемическую концепцию следует отбросить. Кроме этого, для структуралистов есть еще одна очень серьезная проблема, которой посвящена оставшаяся часть вот этой третьей главы. Это проблема относительно смысла логических связок. Давайте рассмотрим язык, который содержит имена. Эти имена имеют однозначную референцию. Референция никак не зависит от контекста. То есть мы рассматриваем только собственные имена. Никаких индексикалов, никаких дискрипций, никаких усложнений нет. У нас просто имена, которые обозначают вещи, обозначают их однозначно. И всегда одно имя обозначает только одну вещь и не больше. То есть у нас нет никаких двусмысленностей. Кроме вот таких вот простых имен, у нас в языке будут предикаты и логические связки. Ну, то есть у нас есть множество констант, это вот наши имена, и множество предикатов. Предикаты тоже понимаются подобно именам однозначным образом. То есть никаких там нечетких предикатов у нас нет. Соответственно, мы будем называть язык простым, если он построен над этими вот двумя множествами C и P, и если там есть некоторый набор логических связок. Вот. Причем связки будут пониматься как функции, имеющие тип из n предложений в предложение. Ну, то есть это функция, которая берет некоторое количество предложений и в итоге возвращает в качестве своего значения предложение. Например, отрицание — это, соответственно, функция, которая одно предложение превращает в другое предложение. А, например, конъюнкция — это функция, которая берет два предложения, и значением этой функции будет одно предложение. Вот, ну, структуралистский подход, соответственно, для такого языка предполагает следующее. Вот у нас есть какие-то выражения, критологические связки, и, соответственно, мы можем их проанализировать вот таким вот образом. То есть семантическое значение отрицания A будет структуралистским кортежем, когда мы берем семантическое значение отрицания. Это функция, которая в дальнейшем будет названа neg, и, соответственно, семантическое значение A. Причем A здесь у нас понимается любым образом, то есть это может быть как атомарное какое-то высказывание, так и что-нибудь более сложное. То есть мы в дальнейшем индуктивно, благодаря вот этому индуктивному определению, можем индуктивно рассматривать семантическое значение. То есть это у нас такой вот анализ структуралистский, он дает возможность говорить о композициональности. Вот, и, соответственно, Джага говорит, вот есть несколько принципов, которые, в общем-то, являются настолько очевидными, что, по крайней мере, большинство исследователей-то точно с этими принципами согласятся. Во-первых, это принцип 3.11. Он звучит так. Если мы введем новый терм T в наш простой язык, используя явное определение, то для любых предложений A и B этого языка, которые друг от друга отличаются только лишь тем, что в одном из этих предложений определяемое было заменено на определяющее, вот эти два предложения A и B будут иметь одинаковое семантическое значение. Ну, то есть вот, когда мы даем какое-то определение, мы можем поступать двумя способами. Мы можем фиксировать значение, например, говорить, что холостяк определяется как неженатый мужчина. Или мы можем фиксировать референцию. Мы, например, говорим, пусть имя Юлии именует изобретателя застежки молнии. Вот. Тот аргумент, который Джего собирается строить, он касается первого варианта, когда мы фиксируем значение. Вот. То есть мы будем говорить о значении, а не о случаях, когда мы занимаемся фиксацией референции. И второй тезис, который является тоже достаточно очевидным, это тезис 3.12. Он звучит так. Семантическим значением связки, определяемой с помощью таблицы истинности, является истинностная функция, заданная этой таблицей истинности. Вот. Это два тезиса, которые Джего кажутся достаточно очевидными. И, с его точки зрения, практически любой исследователь с этим согласится. Вот. Но, говорит Джего, структурализм, с одной стороны, и вот эти вот тезисы 3.11 и 3.12, они взаимно несовместимы. Дело в том, что если эти тезисы 3.11 и 3.12 верны, то тогда структурализм следует отбросить. И аргумент выглядит следующим образом. Рассмотрим простой язык L1. Соответственно, над C и P. У нас в этом языке будут классические логические связки. Это отрицание и конъюнкция. Вот такие вот значки. Соответственно, семантическим значением для вот этого значка отрицания будет функция neg. Семантическим значением для такого значка будет функция cong, которые схватываются таблицей истинности. Вот. И пусть есть еще некоторая функция disj. Вот. Эта функция дает значение 1, если хотя бы один аргумент имеет значение 1. Ну, то есть это, по сути, дизюнкция. Да. Обычная классическая, нестрогая дизюнкция. Вот эта вот функция disj, она не является семантическим значением какого-либо имени или предиката L1. Просто потому, что у нас там нет вообще значков для обозначения этой функции. Вот. И вот эта функция disj, она не входит в семантическое значение ни одного предложения L1. Это можно показать достаточно строго. В книжке это называется теорема 3.1. Эта теорема доказывается с помощью индукции по сложности формулы. Вот. Теперь мы расширим наш язык L1, добавим туда новую связку, которую будем обозначать вот кругляшком. И, соответственно, A кругляшок B мы определим как отрицание конъюнкции двух отрицаний. Отрицание A и отрицание B. И мы назовем этот язык L1+. То есть L1 расширенный. Вот мы добавили новый термин в наш язык. Дали определение явное этому термину. И вот теперь у нас расширенный язык есть. Вот. Любое предложение вот этого расширенного языка можно перевести в предложение L1. Просто обычной заменой. То есть мы берем всякое вхождение вот этого термина кругляшок и меняем его на, соответственно, то, как этот значок у нас определен. Ну, то есть получается, что любой структуралистский кортеж, который мы можем выразить с помощью предложения языка L1+, он также выразим и в языке L1. Мы доказывали теорему 3.1. 3.1 утверждало, что в L1 ни одно предложение не выражает кортеж, содержащий disj. Поскольку у нас выразимость между языком L1 и расширенной его версии одинаковая, то, соответственно, и в L1+, тоже ни один структуралистский кортеж не содержит вот эту функцию disj. То есть у нас получается, что семантическое значение записи A кругляшок B не равно структуралистскому кортежу, в котором есть disj. Просто по теореме 3.1 это невозможно. Disj не может входить ни в один структуралистский кортеж для языка L1 и для языка L1+. Тем не менее, связка кругляшок определена как disj, а значит, семантическое значение ее должно быть disj. То есть семантическое значение кругляшка равно disj по определению. Соответственно, у нас получается, что семантическое значение A кругляшок B будет равно вот такому структуралистскому кортежу. Мы получили противоречие. Значит, структурализм не совместим с принципами 3.11 и 3.12. Как структуралисты могут ответить на этот аргумент? Они могут отбросить принцип 3.11, они могут отбросить принцип 3.12, или они могут изменить структурализм. И конец вот этой третьей главы посвящен рассмотрению этих трех вариантов ответа структуралистов. Для начала рассмотрим вариант отказа от 3.12. Структуралист может говорить, что в чистом истинно-функциональном языке логические связки не обязательно должны иметь примитивные истинностные функции в качестве семантических значений. То есть связки могут иметь какие-то структурированные семантические значения. Если А кругляшок В есть вот такое вот выражение, как мы его определили, то тогда семантическим значением кругляшка будет вот такой вот лямбда терм. Но это не истинностная функция, так как она возвращает в качестве значения структурированный кортеж, возвращает некоторое содержание. И аргументами x и y здесь для этой функции являются тоже содержания, а не истинностные значения. То есть это функция, которая берет два содержания и делает из них какое-то новое содержание. Это не истинностная функция, не то, что обычно соответствует логическим связкам. Ну или точнее, как мы условились, что истинностные функции будут соответствовать логическим связкам. То есть отказываясь от принципа 3.12, структуралист, например, может выдвинуть принцип 3.12 со звездочкой, который будет говорить, что семантическое значение связки, определяемое с помощью таблицы истинности, супервентно по отношению к истинностной функции, заданной этой таблице истинности. То есть семантическое значение связки не обязательно совпадает с истинностной функцией, но тем не менее оно как-то с ней коррелирует. А эта истинностная функция уже задается таблицей истинности. Вот этот принцип 3.12 со звездочкой предполагает, что логические константы не могут различаться по своему значению, если они не различаются по таблице истинности. То есть если у логических константов одинаковые таблицы истинности, то это одна и та же логическая константа. Ну, по значению. Значение у них должно быть одинаковое. И, соответственно, истинностная таблица определяет семантическое значение некоторой логической константы. Однако это не спасает структуралистов от противоречия. Ни одно предложение L1+, не выражает кортежа с функцией disj, как мы это видели по теореме 3.1. В других языках имеются связки. И в их семантическое значение может входить вот эта функция disj. Они также могут задаваться какой-то таблицей истинности. И, например, может быть в каком-то языке, у меня здесь скобка в другую сторону, вот такой вот значок будет использоваться в каком-то языке. И семантическим значением этого значка будет как раз функция disj. И эта функция будет определяться таблицей истинности. И у нас будет, соответственно, необходимая таблица истинности для этого значка. Вот. И по 3.12 со звездочкой получается, что любая связка в любом другом языке, к которой приписана та же таблица истинности, имеет то же семантическое значение, что и вот этот вот значок. А так как кругляшок в L1+, определяется таблицей истинности для дизъюнкции, да, таблицей истинности для этого кругляшка, она совпадает с таблицей истинности для дизъюнкции, то некоторые предложения L1+, в качестве компонента семантического значения, должны иметь вот эту функцию disj, что снова дает противоречие. Значит, структуралист должен отказаться от тезиса, что таблица истинности для связки определяет ее семантическое значение и определяет значение вообще. Ну, тогда рассмотрим такой простой язык L2. В нем будет отрицание, конъюнкция и нестрогая дизъюнкция. Это будут примитивные константы. И семантическими значениями этих примитивных констант будут истинностные функции. Эти истинностные функции зафиксированы таблицами истинности. Соответственно, для L1+, и для L2 можно определить исчисление с правилами для каждой связки. И у нас есть процедура перевода между этими языками. Эта процедура сохраняет синтаксическую структуру всех предложений. Ну, по сути, разница между этими двумя языками просто в тех символах, которые там используются. Соответственно, в L1+, используется кругляшок, а в L2 используется вот такое вот, типа значка V. Традиционное обозначение нестрогой дизъюнкции. И семантика этих языков тоже совпадает. Таблицы истинности там одинаковые. И более того, правила вывода для L1+, и для L2 совпадают. Ну, допустим, мы берем какое-нибудь секвенциальное исчисление, у нас правила вывода будут одинаковые, за исключением только замены символов. То есть в правилах для L1+, у нас будет использоваться кругляшок, а в L2 будет обычный значок для нестрогой дизъюнкции. Вот, и кроме того, структура доказательств, которые мы строим как в одном языке, так и в другом, тоже будет изоморфно. Тем не менее, значок нестрогой дизъюнкции в L2 не значит то же, что и кругляшок в L1+. Они обладают разными семантическими значениями, несмотря на то, что они одинаково определяются таблицами истинности. Ни их значения, ни их семантические значения не могут быть зафиксированы ни таблицами истинности, ни их правилами вывода. И, соответственно, это несовместимо с большинством подходов к значению. То есть, у нас и условия истинностный подход здесь не работают, и теория значения как употребление тоже здесь не работает. Мы не знаем, как их применить для того, чтобы зафиксировать значения вот этих вот значков в этих языках. И разница в значении – это разница историй этих символов. Ну, то есть, истории, как этот значок появился в языке, как он, не знаю, менял свое значение на протяжении какой-то истории употребления и так далее. Но, говорит Джега, истории недостаточно для того, чтобы говорить о различиях в значении. В конце концов, мы можем знать, что в каком-то языке есть, например, два слова, которые были введены в разные исторические эпохи, да, и там разная история, соответственно, у этих слов есть. Но, тем не менее, допустим, в настоящее время эти слова употребляются как синонимы. Но, соответственно, значение этих слов будет одинаковым. Но история никак не влияет на значение. Мы не рассматриваем историю возникновения и развития этих слов для того, чтобы понять, что они синонимичны друг другу и понять, что же они означают. Из теории значения, вообще говоря, должно следовать, что вот эти значки обладают одним и тем же значением, несмотря на различие историй этих символов. Значит, 3.12 со звездочкой нельзя отвергнуть и противоречие возникает для структуралиста, даже если отклоняется принцип 3.12. Просмотрим, как можно попытаться исправить структурализм. Вот принцип 3.11 предполагает, что при определении, при явном определении, определяемое совпадает с определяющим. Однако они могут иметь разную синтаксическую структуру. И, по идее, можно, конечно, отказаться от принципа 3.11, и тогда мы разрешим изменение содержания при замене определяемого на определяющие. Но это будет противоречить принципам явного определения. И вот конкретно эта ситуация будет рассмотрена немного позже. С другой стороны, можно отождествить содержание предложений не с отдельными структуралистскими кортежами, а с классами эквивалентности кортежей. И пусть CR — это будет множество всех структуралистских кортежей, логически эквивалентных R. Мы будем говорить, что кортежи R1 и R2 эквивалентны, если существуют логически эквивалентные предложения A и B, такие, что семантическим значением A является R1, а семантическим значением B является R2. То есть у нас есть возможность устанавливать отношение эквивалентности между разными структуралистскими кортежами, и мы говорим, что в действительности содержанием предложений, убеждений и всего остального будут не отдельно взятые структуралистские кортежи, а целые классы эквивалентных кортежей. Вот семантическое значение, тогда предложение A будет являться CR, когда при стандартном структуралистском подходе семантическим значением A будет просто R. Мы приписываем уже не отдельно взятый кортеж, а целый класс кортежей в качестве содержания. Такой подход все еще остается композициональным, и он все еще близок к структурализму, хотя и в некотором смысле отходит от этой позиции. Но, опять же, Джего здесь поясняет, что его задача – это рассмотреть гиперинтенсиональность, а не то, является ли какая-то позиция структуралистской или не является. То есть это не самый важный вопрос, по крайней мере, в данный момент. Вот, ну, тогда получается, что семантическое значение вот такого вот выражения, A, кругляшок B, будет класс эквивалентности. Следующий – это будет класс, содержащий структуралистские кортежи, эквивалентные вот такому вот кортежу. Этот кортеж представляет собой то, как у нас в языке L1+, определяется вот это выражение. Мы определили выражение A, кругляшок B, как отрицание конъюнкции двух отрицаний. Вот, и R оказывается логически эквивалентна структуралистскому кортежу, в котором дизъюнкция просто используется, и вот эти вот A и B. Ну, поскольку дизъюнкция, она эквивалентна отрицанию конъюнкции двух отрицаний. Ну, и получается, что CR можно также отождествить и с вот такой конструкцией. Это будет класс эквивалентности, содержащий структуралистские кортежи, эквивалентные вот такому вот кортежу. Ну, и тогда получается, что А, кругляшок B, семантическое значение А, кругляшок B, совпадает с семантическим значением А, не строгая дизъюнкция B. Это, конечно, решает проблему, с которой структурализм сталкивается, но, тем не менее, дает неправильную трактовку для содержания. Потому что если А и B будут логически эквивалентными, то семантическое содержание А будет совпадать с семантическим содержанием B. Это, опять же, интенсиональный подход, а не гиперинтенсиональный. То есть мы логически эквивалентные предложения не можем отличать друг от друга. Собственно говоря, это была проблема, которая ставилась в предыдущей главе. И вот в этой главе мы почему обратились к структурализму? Потому что у нас была в некотором смысле надежда, что структуралистский подход поможет нам избежать этих трудностей из главы 2. Но здесь мы опять вернулись к тому же самому, соответственно, этот подход нас не устраивает. Поэтому такой пересмотр структурализма следует отбросить. Структурализм со звездочкой, он в книжке обозначается. Вот, ну, в принципе, структурализм со звездочкой еще можно оставить. Но при этом мы должны заменить классическую логическую эквивалентность более слабым отношением эквивалентности. И тогда для классических эквивалентных предложений... И тогда классические эквивалентные предложения могут получать разные содержания. Могут получать разные классы эквивалентности в качестве содержания. Ну, например, кошечка существует или кошечка не существует. И песик существует или песик не существует. Вот эти предложения 1 и 2, они должны различаться по содержанию, так как у них разные факторы истинности. Первое предложение будет истинно, потому что оно о кошечке говорит, и там у нас дизъюнкция. А второе, потому что оно о песике говорит, и там тоже дизъюнкция взаимоисключающих предложений, если мы классическую логику, конечно, берем. Вот, то есть факторы истинности у них разные, хотя они, конечно же, являются постановочными случаями вот такой вот тавтологии, а или не а. Ну и получается, что нам нужно какое-то понятие эквивалентности, в соответствии с которым не все такие постановочные случаи будут считаться эквивалентными друг другу. Джега говорит, что вот можно взять там пара полные, пара непротиворечивые, интуиционистские, релевантные логики, но все эти логики не подходят, там отношение эквивалентности будет не тем, какое нам требуется. Есть такой термин, как свойство релевантной эквивалентности. Вот, это свойство заключается в том, что А и Б будут считаться эквивалентными только в том случае, если они разделяют все свои атомарные предложения, если у них одинаковые атомарные предложения. И вот Хамберстоун и Мэйер рассмотрели это свойство релевантной эквивалентности достаточно подробно, и они показали, что пригодные для использования логики, содержащие конъюнкцию и нестрогую дизюнкцию, таким свойством не обладают. Таким образом, вот такой вариант пересмотра структурализма все равно не может объяснить разницу между содержаниями, там, пёсик не существует или пёсик существует, кошечка не существует или кошечка существует. Соответственно, такой пересмотр структурализма нам следует отбросить, поскольку он не решает ту задачу, для которой мы его формулируем, не позволяет проводить гиперинтенсиональные различия. И третий вариант ответа на аргументы – это отказ от принципа 3.11. Ну, вообще, отказ от принципа 3.11 предполагает, что явное определение не фиксирует значение определяемого как значение определяющего. Это контринтуитивно, да, это противоречит всем традиционным правилам традиционной логики, и, в общем, очень странно, как с этим вообще можно жить. Ну, хорошо. Допустим, мы это принимаем. Пусть это контринтуитивно, но мы приняли этот тезис. В этом случае требуется объяснить связь между определяемым и определяющим. То есть вот мы определяли А кругляшок Б как отрицание конъюнкции двух отрицаний. И это определение вот в нашем новом подходе уже не будет предполагать, что эти выражения – А кругляшок Б и отрицание конъюнкции двух отрицаний – имеют одинаковое семантическое значение. Но, тем не менее, по 3.12 или по 3.12 со звездочкой семантическое значение вот этого символа кругляшок – есть некоторая истинностная функция. И эта истинностная функция определяется таблицей истинности вот для такого выражения, с которым мы отождествили выражение А кругляшок Б. И это, очевидно, функция дисдж. Ну, так как семантическое значение А кругляшок Б будет структуралистским кортежем, в котором функция дисдж присутствует, то мы не можем вывести противоречия, как мы выводили раньше. Структуралист может сказать, что различие между определяемым и определяющим обусловлено тем, что синтаксическая структура является одним из компонентов значения и, соответственно, семантического значения. Ну, то есть, как бы вот структуралист при таком подходе говорит, что семантика является многослойной. Вот есть слой, который касается структуры, есть слой, который касается обозначения или предметности, aboutness. Некоторые предложения различаются по семантическому значению и значению вообще только из-за некоторых синтаксических различий, но не из-за различий в обозначении. И здесь можно взять такой пример. Вот у нас выражение А конъюнкция Б отличается от выражения Б конъюнкция А, несмотря на то, что и та, и другая говорят об одних и тех же вещах. Вот, поскольку синтаксис у них разный, то, соответственно, семантическое значение у них должно быть разным. Вот, то есть, при таком подходе структуралист утверждает, что различие между А конъюнкцией Б и Б конъюнкцией А является исключительно структурным. И получается, что в правильных явных определениях, в которых нет тождества семантических значений и значений определяемого и определяющего, различие между определяющим и определяемым представляет собой структурное различие. То есть, замена определяемого на определяющие может изменить синтаксис предложения, а значит и изменить его значение, но не меняет того, о чем это предложение говорит. Другими словами, структуралист отказывается от тезиса 3.11 и заменяет его на тезис 3.11 со звездочкой. И этот тезис звучит так. Если мы введем новый терм Т в простой язык, используя явное определение, то для любых предложений А и Б этого языка, которые различаются лишь заменой определяемого на определяющие, А и Б будут говорить об одних и тех же вещах. То есть, раньше там утверждалось, что они имеют одно и то же семантическое значение. Здесь утверждается, что А и Б по семантическому значению могут отличаться, но при этом они говорят об одних и тех же вещах. Но дело в том, что можно сформулировать контрпримеры к тезису 3.11 со звездочкой при условии принятия структурализма и тезиса 3.12 или 3.12 со звездочкой. Ну, допустим, мы добавляем к языку новую связку треугольник следующим образом. А треугольник Б у нас определяется как А конъюнкция Б конъюнкция 1 равно 1. По 3.12 и даже по 3.12 со звездочкой семантическое значение треугольника должно быть истинностной функцией, определяемой таблицей истинности для вот этого выражения. Ну, и очевидно, это функция конч. Да, у нас вот этот конъюнкт 1 равно 1 будет истинен всегда. Получается, от него вообще ничего не зависит. И истинность всего этого выражения будет зависеть от истинности А и Б. И получается, что треугольник ведет себя точно так же, как ведет себя конъюнкция. По структуралистскому определению содержания следует, что такое вот выражение, семантическое значение кошечка существует, треугольник пёсик существует. Есть вот такой вот структуралистский кортеж. Это кортеж, который содержит в себе конч, и семантические значения для кошечка существуют, и пёсик существует. Но если мы проанализируем теперь семантическое значение того, как у нас этот термин вводится в язык, как он определяется изначально, то семантическое значение для определяемого, о нет, для определяющего, соответственно, будет вот таким. Это будет кортеж, содержащий в себе конч, содержащий кортеж, содержащий конч, семантическое значение кошечка существует, пёсик существует, и затем кортеж, содержащий равенство, ну, семантическое значение равенства и две единицы. Как видно, эти содержания говорят о разных вещах. Соответственно, выражающие их предложения тоже говорят о разных вещах. Первое предложение говорит о кошечке и пёсике, второе говорит о кошечке, пёсике и числе один. Это противоречит тезису 3.11 со звездочкой, да, там говорилось о том, что, значит, обозначают одни и те же предметы. Здесь у нас оказалось, что они разные предметы обозначают, не только у них синтаксис одинаковый, разный. Вот, ну, то есть структуралист, конечно, может нам на это возразить, сказать, что если в содержании есть какой-то x, то это не значит, что это содержание об этом x. Например, в содержании а, знак конъюнкции b, есть функция конш, но это не предложение об истинностной функции. Это предложение о том, о чем говорится в а и в b, но не о функции конш. Ну, то есть нам не следует думать, что предложение а говорит о числе 1, просто потому что число 1 является элементом семантического значения предложения а. Получается так. Ну, это, конечно, очень странная позиция, но, допустим, она верна. Однако и в этом случае можно показать ошибочность тезиса 3.11 со звездочкой. Можно определить вот этот вот новый символ, треугольник, определить его как конъюнкцию а и b, конъюнкция t, где t – это любая логическая истина. Соответственно, вместо t мы можем выбрать логическую истину, которая будет говорить о том, о чем не говорится в а или в b. Например, если ни в а, ни в b не говорится о кошечке, то в качестве t можно, например, выбрать «кошечка существует» или «кошечка не существует». Следовательно, структуралисту защитить тезис 3.11 со звездочкой не удается. Вот, и мы рассмотрели три варианта отказа – отказ от 3.11, отказ от 3.12 и пересмотр структурализма. И, как мы видим, ни тот, ни другой, ни третий варианты ответа структуралиста на наш аргумент не позволяют решить проблему. Значит, структуралистский подход следует отбросить. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Попытаюсь ответить на ваши вопросы. Так, большое спасибо, Лев. Ну, вот у меня возникли следующие вопросы. Насколько я понимаю, любая логика строится на том, чтобы говорить о разном, как об одном и том же. Любая. И если мы не будем говорить о разном, как об одном и том же, у нас никакой вариант логики абсолютно не пройдет. И в связи с этим возникает также второй вопрос. Насколько серьезно автор апеллирует к языковой компетенции агента и к оценке истинности с помощью данной языковой компетенции? Ведь это же несерьезно. Или совершенно несерьезно, мне кажется. Ну, насчет первого вопроса, Дмитрий Владимирович, я попрошу вас еще его немножко развить, потому что как такового вопроса я не услышал, только некоторые соображения. А сейчас пока на второе отвечу. Джего достаточно серьезно относится к языковой компетенции и к оценке истинности на основе этой языковой компетенции. Кроме того, здесь нужно, конечно же, вспомнить, что то, как мы употребляем некоторые выражения в нашем языке, оно далеко не всегда соответствует тому, как эти выражения анализируются с помощью логики какой-нибудь. Ну, и логические связки ведут себя не так, как ведут себя соответствующие им, казалось бы, соответствующие им выражения естественного языка. Ну, например, даже конъюнкция. Мы можем сказать в естественном языке, там, не знаю, мы открыли дверь и увидели гору золота. И здесь вот союз И предполагает, что сначала мы как бы дверь открыли, а потом мы там за дверью увидели, что там гора золота находится. Вот. В логике, конечно, классическая конъюнкция ведет себя совершенно иначе. Там эти события, которые с помощью конъюнкции связываются, они должны одновременно осуществляться. То есть мы одновременно и дверь открываем, и видим гору золота. Вот. То есть у нас языковая компетенция, она немножко шире. И здесь у нас речь идет о том, как какие-то конкретно взятые обычные агенты, которые, в общем-то, нас окружают и которыми мы являемся, в том числе, формируют какие-то убеждения. Вот. Ну и, соответственно, речь-то не о логике, а о том, как определять содержание этих убеждений. И логика здесь лишь используется в качестве одного из примеров. Допустим, вот у нас есть некоторый агент, и он формирует убеждение о том, что кошечка существует или кошечка не существует. Да, и мы пытаемся понять, каково содержание этого убеждения. Очевидно, этот агент думает именно о кошечках. Несмотря на то, что вот выражение, которое он себе мыслит, кошечка существует или кошечка не существует, является постановочным случаем, соответственно, на дизюнкции не а. Но он не думает ни о чем другом. Он думает именно о том, что кошечка существует или не существует. Именно о кошечках думает. Он не думает в это время о том, что песик существует или не существует. О том, что он существует или не существует. То есть логика – это, конечно, штука замечательная, но говорить, что логика является единственной путеводной нитью для анализа убеждений, мне кажется, не совсем корректно. То есть языковая компетенция, когда мы рассматриваем такие вопросы, гораздо более сильный авторитет, чем логика. Спасибо, Лев, но я с этим и не спорю. Логика – это некоторый инструментик, и он работает только тогда, когда мы от чего-то отвлекаемся. Мы отвлекаемся от каких-то различий языковой формы и говорим, что разные языковые формы – это с точки зрения логики одно и то же. Например, так. Ну да, просто получается, что здесь этот инструмент как бы неприменим. Если этот инструмент неприменим, то зачем же его пытаться как-то реформировать? Так никто его не реформирует же. Ну вот, на самом деле, мне кажется, нельзя сказать, что он неприменим. Он применим, но логика – это игра в бисер, это некоторая условная абстрактная конструкция, не более того. Не надо требовать чего-то сверх того, что возможно. Опасность в чем заключается? Если мы, допустим, от логики пойдем в сторону языковой компетенции, это будет совсем другое. И, допустим, у нас эпистемический агент становится тогда достаточно странным эпистемическим агентом. Вслед за языковой компетенцией мы можем потребовать психиатрическую компетенцию. Насколько я понимаю, задача, которая здесь ставится, связана как раз с тем, чтобы, оставляя за собой логику, ведь Джего, он рассматривает какие-то варианты реформирования логики, но показывает, что ни один из них задачи, которые он перед собой ставит, решить не поможет. То есть логика остается без изменений, и мы просто подбираем соответствующую интерпретацию. То есть мы оперируем с моделью и ищем такую модель, которая при имеющейся логике сможет вести себя так, как нам нужно. Ну да, то есть получается, что когда наш агент мыслит о том, что кошечка существует или кошечка не существует, если логика при этом нам говорит, что он мыслит обо всем вообще, то это неправильное применение логики. Правильное применение логики будет ограничено какими-то принципами, которые мы пытаемся здесь разработать. То есть нам нужно, чтобы с точки зрения логики и наших принципов этот агент мыслил именно о кошечке, а не обо всем сразу. Ну, это другое дело. То есть мы не имеем права сказать даже того, что материальная, допустим, импликация некорректна. Она абсолютно корректна, и если рухнет эта маленькая, достаточно абстрактная корректность, то все рухнет. Ну, Дмитрий Владимирович, никто не говорит, что материальная импликация некорректна. Ну, да, да. Она не соответствует тому, как если то употребляется в языке. Это да. Корректна она или нет, это уже как бы здесь не рассматривается. Вот, и разговор об истинностных значениях и о истинностных функциях также остается некоторым ядром всех наших последующих, допустим, логических построений, как пресловутая материальная импликация. Ну, да, естественно. Но когда мы употребляем естественный язык, мы же не занимаемся переводом наших утверждений на язык, допустим, логики высказываний и не анализируем их на предмет истинности и ложности с точки зрения таблиц истинности. Мы как-то по-другому определяем истинность утверждений, которые вы сами высказываем и наши собеседники высказывают. Даже не столько истинность, мы их просто по-другому понимаем. Мы можем даже не знать ничего толком об истинности этих утверждений, но мы знаем что-то об их содержании. И, насколько я понимаю, Джега пытается объяснить, то есть создать какие-то принципы, которые бы объяснили, как мы их понимаем, лучше, чем это делает, например, семантика возможных миров в том варианте, которая нам привычна. Может быть. Значит, нам нужно найти такую семантику возможных миров, которая работает лучше, чем стандартные, известные нам семантики возможных миров. Мне кажется, это было бы здраво, вполне здраво тогда было бы. Да, Дмитрий Владимирович, еще первый вопрос у вас был. Первый вопрос. Это просто из Фреги. Фреги говорит где-то, что логика начинается только тогда, когда мы отвлекаемся от языковой формы. Мне кажется, это очень неоднозначное высказывание, потому что у самого Фреги языковая форма все же играет очень серьезную роль и в логике. Ну да, да. Но он не дошел до таких теоретико-истинностных конструкций, как, допустим, Тарская. Но, тем не менее, он шел именно в ту сторону. В конце концов, любое значение должно быть согласовано с истинностными функциями. И мы можем говорить о логике только тогда, когда мы отвлекаемся от некоторых языковых содержаний и начинаем что-то такое вот сооружать, абстрактное и игнорирующее некоторые аспекты языка. Ну, в некоторых логиках же логические константы не ведут себя как истинностные функции, ведут себя немножко более сложным образом, в интуиционистской логике, например. Ну, может быть. Мы можем расширять то ядро, допустим, какое имеем, и выходить за рамки материальной импликации и истинностных функций и прочего. Конечно, одно другое не исключает. Но мы должны сохранять достижения игры в бисер, которые получили на предыдущих ступенях. Ну, противопоставлять, допустим, лингвистическую компетенцию логической истинности, это все равно, что противопоставлять психиатрическую компетенцию логической истинности. Ну, Дмитрий Владимирович, я с вами согласен, но здесь ведь нет такого противопоставления. Да, когда мы анализируем высказывания на естественном языке, это одно дело. И когда мы используем логический анализ, это другое дело. Да, вот в логике сложно дается анализ разных условных утверждений, индикативных или сослагательных. Я имею в виду обычной классической логики. Ну да, мы можем строить какие-то неклассические логики и продолжать свою игру в бисер, в расширенном варианте. Но это не основание для того, чтобы, допустим, смотреть в лес и надеяться на что-то лучшее. Я еще раз хочу повторить свое соображение. Мне кажется, что как раз точка приложения сил здесь, она вовсе не совпадает с логикой. Она совпадает с тем, как мы высказывания на естественном языке переводим на формальный язык так, чтобы потом можно было применять к ним нашу логику. То есть, в сущности, наша модель содержания и вот этот способ перевода на формальный язык, они соответствуют друг другу, скажем так. то, как мы понимаем, что значит иметь одно и то же содержание для выражения естественного языка, то этот способ понимания соответствует тому, как мы понимаем, какие выражения мы переводим в одну и ту же, в один и тот же формализованный вид. и логика не страдает при этом, она вообще остается как бы за рамками наших операций. У меня тоже есть вопрос по докладу вот конкретно по тому месту, где говорилось о неклассическом понимании отношения эквивалентности. В принципе, аргумент сам по себе вроде бы понятен, но по поводу самого этого неклассического понимания отношения эквивалентности у меня как-то ясности не наступило. То есть, что бы это могло значить? Ну, Джага не приводит какие-то конкретные примеры отношения эквивалентности, которые будут слабее, чем классическое отношение эквивалентности. Он просто говорит, что вот если посмотреть на отношения эквивалентности в разных логиках, то вот такие, такие, такие нам не подходят, потому что там мы не сможем различить между эквивалентными. Ну, то есть, там все будет эквивалентно, если оно имеет одинаковое значение, семантическое значение. вот, и он там потом приводит вот это вот свойство релевантной эквивалентности, вот это вот свойство Хамберстоуна и Мейера, или Мейер, вот это вот свойство, оно как раз и будет таким, которое нас интересует, но оно, в общем-то, не выполняется во всех логиках. Да, вот как я говорил, эти авторы показали, что для логик с конъюнкцией, дизюнкцией это свойство не иметь места. То есть, мы не можем различить, например, между, там, пёсик существует или пёсик не существует, и кошечка существует или кошечка не существует. То есть, они будут в любом случае эквивалентными в этих логиках. А нам бы хотелось, чтобы они были разными, несмотря на одинаковую логическую форму. Мы, наверное, просто не знаем, почему нам бы этого хотелось. Может быть, Джего это объяснит, почему нам это должно хотеться в дальнейшем. Ну, как почему? Потому что мы убеждения анализируем. И если человек какой-то убеждён, что кошечка существует или кошечка не существует, он убеждён именно о кошечке, а не о чём-то другом. Ну, я как-то не уверен в этом. Если человек действительно убеждён в том, что кошечка существует и кошечка не существует, Или... А кошечка существует или кошечка не существует, я не думаю, что она кошечка думает. А о чём он тогда думает? Ну, перед нами просто формальный логик, который не интересуется абсолютно кошечками. Ну, нет, не всегда. Вовсе, да, я бы тоже сказала, что не всегда. Он, например, может использовать это убеждение как основу для какого-то контрафактического рассуждения. Он, скажем, думает, если кошечка существует, то А. Если кошечка не существует, то Б. При этом, значит, кошечка существует или кошечка не существует. Следовательно, А или Б. Ну да, или вот как мы рассуждаем относительно примера с котом Шрёдингера. Кот Шрёдингера существует, ну, то есть жив или не жив. Мы же приходим к такому выводу. Но и мы конкретно о коте каком-то думаем. И конкретно думаем о том, что он или живой, или мёртвый. Мы не думаем при этом обо всём, чем угодно. Ну, мне кажется, без разницы о коте Шрёдингера или о собаке Шрёдингера думать. Ну, если такого человека спросить, о чём ты думаешь? Он скажет, я думаю о коте Шрёдингера, он не скажет, я думаю о собаке. И если мы ему попробуем приписать такое, что вот, мол, ты сказал, что думаешь о собаке, он скажет, нет, я такого не говорил. И он ошибётся. Ну, как же ошибётся-то. Он ведь прекрасно видел, что именно кота посадили в чёрную коробку, а не собаку. Собаки там не было в этой чёрной коробке. А допустить, что кот мог в собаку превратиться, этот человек не может. Потому что у него психиатрическая компетенция есть. Да. Ну, хорошо, это надо обдумать. Но связь с убеждениями, мне кажется, не такая уж прямая, как кажется. С точки зрения лингвистической компетенции. Ну, или вот знаменитое рассуждение Паскаля. Паскаль говорит, что Бог существует или Бог не существует. Если одно, то надо вот так действовать. Если второе, то надо действовать вот так. Но он ведь именно о Боге думает, а не о кошечке, не о собачке, не о коте Шрёдингера. И следствие, соответственно, он выводит тоже, которое связано именно с тем, что он думает о Боге, а не о ком-то другом или чём-то другом. Ну, между прочим, в некоторых религиях даже коровы – Боги. Ну, это конечно. Но, боюсь, для Паскаля это было не так. У меня ещё вопрос есть такой, несколько в сторону. Просто любопытно. Вот этот реформированный вариант структурализма, где, значит, учитываются не структуры, а классы эквивалентности структур, в моделировании содержания, интересно, он используется кем-нибудь, кто-нибудь где-нибудь видел что-то похожее, потому что вне зависимости от того, что этот вариант не помог Джега решить его задачи, он кажется интересным. Я лично не видел, чтобы кто-то что-то подобное использовал, и Джега никаких ссылок не даёт. Вот, наверное, Дмитрий Владимирович придерживается такого подхода, как мне кажется, когда говорит, что если человек думает, кошечка существует или кошечка не существует, то он думает не о кошечке, а он мыслит себе какой-то логический закон. То есть думает обо всём сразу. Они же, получается, поскольку имеют одну и ту же форму логически эквивалентной, и рассуждение о кошечке такой формы, и о собачке, то, получается, содержание будет вот таким классом эквивалентности. Ну, не только я. Если позволите, я бы хотел привлечь в союзники Людвига Винкенштейна, который говорит, что помыслить что-то, расходящееся с законами логики, невозможно. И невозможно помыслить, что имеется нечто отличное, вот кошечка существует или кошечка не существует. Ну, здесь, правда, возникает сложность. Что значит помыслить что-то, расходящееся с законами логики? Если мы просто себе мыслим некоторую контингентную пропозицию. Допустим, кошечка существует, но кошечка могла бы не существовать. Это не закон логики же. То, что кошечка существует, это не закон логики. Но мы можем себе помыслить, что кошечка существует. Мы не можем помыслить неверно, что кошечка существует или кошечка не существует. Такой мысли нет. То есть нет ни одного содержания. И, соответственно, предложение не имеет такого содержания. Ну да, здесь нет никакого содержания. Ну, то есть мы не можем написать набор значков неверно, что в скобках кошечка существует или кошечка не существует. Да, нету такой... Это бессмыслица, получается. Мысли такой нету, точно, точно. Что же тогда означает эта надпись? Ну, не знаю. Может, ты можешь... Тем не менее, мы строим таблицу истинности для неё, да? И понимаем, что она ложна всегда. Ну да, ложна всегда. И такой мысли нет. То есть нет мысли, которая всегда ложна. Да. Ну а если мы имеем дело с каким-то более сложным, дедуктивным умозаключением, как вот та же великая теорема Ферма. Ведь, ну, очень правдоподобно предполагать, что до того, как эта теорема доказана, ну, есть люди, которые убеждены в её истинности, то есть имеют мысль о том, что эта теорема истина. Есть другие, которые убеждены в её ложности. То есть, опять же, имеют мысль, что эта теорема ложна. Ну и как-то, по крайней мере, их мысли надо бы как-то объяснить удовлетворительным образом. Мне кажется, теорема Ферма здесь не самый удачный пример. Надо что-то другое, типа какого-нибудь логического закона, просто с очень сложной структурой. что там всё-таки содержательная какая-то характеристика есть относительно теоремы Ферма. Несмотря на то, что с точки зрения семантики возможных миров, конечно, она истина везде. Насколько я поняла вот эту главу, здесь имеется в виду не то, что только и исключительно структура определяет содержание. Здесь говорится, что просто структура участвует в определении содержания. И таким образом высказывания, которые говорят что-то... В модели семантики возможных миров об одном и том же множестве миров, но при этом различаются по структуре, также отличаются и по содержанию. И классы эквивалентности рассматриваются тоже по структурам. То есть, ну вот там, скажем, структура простого двуместного предиката и структура этого двуместного, этого же двуместного предиката с двойным отрицанием перед ним. Ну, как бы, понятно же, что логически эквивалентны будут предложения, которые имеют такие структуры и на первом и втором месте будут иметь одни и те же термы в предикате. И таким образом можно сказать, что первая структура и вторая эквивалентны. И вот такие классы эквивалентности рассматриваются, а не классы эквивалентности, где одна и та же структура, но разные объекты, ее заполняющие, ее места. Ну, это да. Единственное, я, когда про теорему Ферма говорил, я имел в виду, ну, то есть в контексте того, что мы уже структуралистский подход отбросили, и все равно нам надо как-то модернизировать семантику возможностей миров для того, чтобы научиться различать. И вот получается, что если мы говорим вслед за Витгенштейном, что то, что не является логическим законом, ну, то есть отрицание логического закона, мыслить нельзя, тогда возникает вопрос, как мы должны все-таки понимать логические законы и как логические законы следует понимать конкретно в семантике возможностей миров. Если логические законы понимаются так, что они выполняются во всех возможных мирах, и также мы считаем, что истинные математики выполняются во всех возможных мирах, то тогда получается, что отрицание, например, теоремы Ферма, будет подобно отрицанию логического закона, и отрицание теоремы Пифагора будет подобно отрицанию логического закона. Но когда мы мыслим себе, что великая теорема Ферма ложна или, например, теорема Пифагора ложна, мы мыслим совершенно разные. То есть получается, что наша обычная, если хотите, языковая компетенция говорит о том, что вот такое понимание или математических истин, или мыслимости противоречий, оно является неадекватным? Оно является, наверное, адекватным в рамках классической логики. Но мы желаем чего-то другого, и для этого другого оно оказывается неадекватным. В рамках какой логики мы тогда? Вот это как раз и неизвестно. Но надо найти, чтобы… Так нет же, опять мы остаемся в рамках классической логики все время, мы все время возвращаемся к ней, потому что нам изменения логики пока что нигде не помогли. Мы меняем семантику, а логика остается той же самой. Ну, я бы даже не сказал, что мы меняем семантику. Семантика-то в общих чертах остается той же самой, но как бы способ построения семантики другой становится. То есть мы можем семантику задавать табличным способом, да, значения для логических констант. Можем с помощью возможных миров, можно пропозициональную логику построить с помощью семантики возможных миров. Ну, как бы никто нам не запрещает, просто зачем такая сложная конструкция нужна, если есть проще. То есть из семантики возможных миров мы просто выбросим понятие необходимости и возможности там и все такое прочее. Вот у нас останется семантика для обычной классической пропозициональной логики, построенная как семантика возможных миров. Можно даже не выбрасывать понятие необходимости или возможности, можно просто наложить ограничения на модель, ну, такие, что вот у нас, например, один-единственный мир, который достижим сам из себя, и все тогда. Когда мы можем даже с модальностями говорить, и у нас при этом, в общем, все то же самое, что в обычной пропозициональной логике, то то же самое будет и в семантике возможных миров. Вот еще, я не помню, может быть, это было в начале вот этой самой книжки. Один из контрпримеров, вот есть же люди, которые говорят, что они, значит, занимаются паранепротиворечивой логикой, допустим, и в этой паранепротиворечивой логике какие-то делают высказывания и какие-то выводят, значит, ну, какие-то выводы осуществляют, и нельзя сказать, ну, по всей видимости, что эти люди, что их высказывания бессодержательны, что их, там, их импликации, в общем-то, проводятся между всем, чем угодно, и, соответственно, что никаких незаконных выводов в этой логике нет, то есть все выглядит так, как будто бы они действуют по каким-то правилам, но это правила отличные от правил классической логики, соответственно, умеют как-то понимать, что означают выражения, которые противоречат законам классической логики. Нет, вот с последним я не согласен. Пары непротиворечивые есть непротиворечивые, пара консистентные есть консистентные, и поэтому противоречий с классической возникнуть не может. Ну да, но тогда этот человек впервые решает, что ему для выражения каких-то его мыслей недостаточно классической логики, и он будет использовать пара непротиворечивую. Что в этот момент происходит? То есть он не может же как-то все содержание его мыслей, не может внезапно замениться чем-то другим. Можно предположить, что какие-то мысли из тех, которые он думал, раньше у него останутся, какие-то даже, может быть, приведут его к этому решению, перейти от одной логики к другой. И все это, ну то есть для описания всего этого, по идее, было бы неплохо иметь какой-то язык, ну у которого тоже, конечно же, должна быть какая-то своя логика, но она не обязана совпадать с той логикой, в которой высказывается сам этот человек. Ну, мне кажется, что логики в принципе не могут противоречить друг другу, никакие. Да, конечно, но речь идет о том, что помимо логики, которая на каких-то основаниях должна быть выбрана, требуется еще и понятие содержания, которое конструируется независимо, в общем-то, от логики. И в тех случаях, когда, ну то есть мы можем заменить одну логику на другую, но при этом понятие содержания оставить без изменений. И тогда что произойдет? Произойдет то, что просто какие-то выводы, которые раньше были разрешены, могут оказаться запрещены, и наоборот. Те, которые раньше были запрещены, могут оказаться разрешены. Но при этом хочется, короче, обладать таким понятием содержания, которое не пострадало бы от этого. То есть таким понятием содержания, которое бы позволило бы считать содержательными, осмысленными предложения вне зависимости от того, в какой логике мы с ними работаем. Здесь, мне кажется, важно, что мы сами выбираем в качестве содержания, что нас интересует в качестве содержания. Тогда действительно мы можем ориентироваться в различных логиках и там различные типы выводов использовать и так далее. Мы должны на берегу определиться, что мы будем считать содержанием, наверное. может быть, Джега в последующем уточнит, что его интересует в качестве содержания. Что такое это самое содержание, необходимое для гиперинтенсиональности. Мне кажется, к настоящему моменту это не совсем ясно просто. Ну, какие-то программные-то, рамочные, скажем так, определения у нас есть. Это такое содержание, которое позволит отличать убеждение в том, что великая теорема Ферма истина, и убеждение в том, что теорема Пифагора истина. Несмотря на то, что и то, и другое с точки зрения семантики возможностей миров будет одинаково, в общем-то. Ну, на интуитивном уровне, пожалуй, да. Какое-то содержание вроде бы маячит, не совсем ясно, какое, правда.